В эфире «Утро Крачаевой Черкесии» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день июня с погоды. В эфире «Утро Крачаевой Черкесии» на телеканале «Россия». В Республиканскую детскую многопрофильную больницу поступило современное оборудование для диагностики кардиологических заболеваний у детей. Это позволит обеспечить маленьких пациентов качественной медицинской помощью. У мемориала «Огонь вечной славы» в Черкесии состоялось торжественное закрытие учебных сборов по подготовке к службе в армии учащихся 10-х классов. А в картины галереи Черкесии открылась выставка детского творчества. Ее приурочили 800-летнему юбилею Александра Невского. Свои произведения представили 88 детей. «Спасибо за спасенные жизни» по таким названиям во Дворце культуры Черкесии прошел благотворительный сольный концерт государственного ансамбля танца Карачаевой Черкесии «Эльбрус». Он был посвящен медикам, которые работали в период пандемии коронавирусной инфекции. Зрители увидели яркую танцевальную программу. Мастера хореографического искусства показали номера из Золотого фонда коллектива и новые постановки. На сцене выступил весь состав ансамбля под живое исполнение оркестра под руководством заслуженного артиста Республики Магомеда Байрамукова. Каждый номер зрители встречали бурными аплодисментами. Весь прошедший год перевернул жизнь всего человечества. Мы все по-новому посмотрели на то, что такое семья, на то, что такое нормальная человеческая жизнь. И сейчас мы вот учимся, наверное, где-то по-новому жить, возвращаться в нормальную жизнь. Даже сидите вы не через одного, хотя сами медики. Это значит, налаживается наша жизнь. Будем надеяться, что все худшее позади, и мы хотим от лица всей сферы культуры выразить вам благодарность, потому что в этот период нам, артистам, нашим зрителям тоже было очень тяжело, потому что не было культуры. Но в тот момент было не до праздников, в тот момент было не до песен. А вот сейчас, когда есть такая возможность, мы хотим самым лучшим нашим коллективам, самым достойным представителям нашего национального творчества выразить вам благодарность. И именно ансамбль «Эльбрус» и его руководство выступило с этой инициативой. Сегодняшнее мероприятие, я считаю, это еще одно подтверждение того, как жители республики, как республика относится к каждодневному подвигу работы наших коллег, которые сидят в этом зале и которые сегодня на своих рабочих местах. Я хочу поблагодарить Министерство культуры, наш любимый коллектив, наш любимый ансамбль, за тот праздник, который вы нам сегодня дарите. Спасибо вам большое. Дорогие комедии, мы не рядом работаем, а мы все вместе работаем на одно, чтобы было лучше жить в Крачей Черкесской республике. И со стороны медработиев хочу заверить, что все, что от нас зависит, мы делаем и будем делать. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите информационный выпуск «Вести» на черкесском языке. Я с вами не прощаюсь. Мы встретимся в 9.34 в Большом Утре. Московский индустриальный банк «Россия-2» В эфире «Радио России» Карачаева-Черкесия. Радио «Россия» расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей, 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте «Радио России» Карачаева-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». В Центральной России продолжает хозяйничать циклон, и поэтому июнь дождливый. Как прогнозируют синоптики, настоящее климатическое лето придет в Россию в июле. Так, очень сильная жара ждет горные регионы до плюс 35. Зато такая погода в июле порадуют курорты Крыма и Кубани. А вот какой прогноз на сегодня в нашей республике. В Карачаево-Черкесии кратковременный дождь и гроза. Ночью в отдельных районах сильный, с градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Ветер западный 5-10, температура ночью 5-10 в горах, минус 1 плюс 4, днем 18-23. И в горах местами до плюс 15. В черкеске ночью кратковременный дождь, днем бессущественных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 8-10, а днем 21-23 градусов тепла. Сегодня день социального работника. Профессиональный праздник людей благороднейшей профессии. Социальных работников, помогающих и поддерживающих нуждающихся граждан в нашем обществе. К ним относятся работники реабилитационных центров, приютов, домов, престарелых, собесов, а также медики и психологи. Сегодня к нам в гости пришел социальный работник Эмма Сафадзиновна уже в студии. Доброе утро. Проходите в нашу утреннюю гостиную. Присаживайтесь. Очень приятно вас видеть. Эмма Сафадзиновна, сегодня, я думаю, непростой праздник, особенный. Потому что быть социальным работником непросто. Социальный работник – это, наверное, призвание. И случайных людей, наверное, не бывает в этой профессии. Вот скажите, сколько лет вы уже работаете социальным работником, и как вы пришли в эту профессию? Я работаю в учреждении, в доме, интернат 19 лет. Вот 1 июля будет 19 лет. Я пришла на эту работу не социальным работником, а уборщицей. Проработала несколько лет. Мне нравится работать с бабушками, с дедушками. Я их обожаю. И я пришла к тому, что пошла на обучение на соцработника. Отучилась и пришла, приступила к работе социального работника. Вот уже 6 лет работаю. Скажите, а вот мне интересно, вот чему учат социального работника? Наверное, вы психологию проходите. Главное качество социального работника – отзывчивость, трудолюбие, терпение, сострадание. Вот это должно быть, вот эти главные качества социального работника. Без них никак. Я люблю очень свою профессию. Я, как ласково называю своих бабушек и дедушек, мальчики и девочки. Они для меня, вот я к ним, и они меня не по отчеству, а эмочка. Ну это действительно так. Вы знаете, мы сейчас, наверное, перенесемся в дом престарелых, потому что мы подготовили для вас сюрприз. Мы сейчас услышим ваших мальчиков и девочек, вот их мнение о социальных работниках и в целом о сотрудниках дома вашего интерната для инвалидов и престарелых. Давайте посмотрим. Живутся нормально, кормят хорошо, стирают, гладят, где-то чистое. Я довольна. Слава тебе, Господи, кто придумал этот старт дом. Относятся хорошо к нам. Подойдешь, что сделают. Перевязку мне делают постоянно, каждый день. Каждый день. Уважаю, я вас очень добрый. Прекраснейшие условия. Намного лучше, чем мне жилось дома. С моими двумя родными и близкими мальчиками, сыновьями. Отношение сотрудников к нам, к жильцам интерната, прекрасное. Кормят хорошо. Я даже здесь за годы прожитые в интернате поправилась. Обслуживание у нас прекрасное, прекрасное. Столовая у нас хорошая, готовят прекрасно. Ну, например, мне нравится. Нашу директора я знаю очень давно, когда она еще была медсестрой здесь у нас. Она исполняла обязанности очень хорошо. Уколы ставила без всякой боли. И людей, конечно, лечила по указанию у врача. А сейчас она сама директор. И ей более трудные задачи стоят перед ней. Но, по-моему, она справляется. Вот что надо человеку. Питание, теплое жилище и все, по-моему. Уже дальше будет лучше только. Значит, все это есть. Жильцы таким директором довольны. Сотрудников интерната с Днем социального работника. Желаю всем, в первую очередь, крепкого здоровья, хорошего настроения и всего того, что они желают, пусть сбывается в их жизни. Вы знаете, вот настолько приятно слышать такие добрые слова. И действительно, это так. Я не думаю, что им сказали, вот вы так, так скажите. Я думаю, что они благодарны и вам, и всем социальным работникам, всем сотрудникам вашего вот такого большого дружного дома. Скажите, вот на сегодняшний день сколько человек живет в доме престарелых? У нас вообще рассчитано на 85 человек. На данный момент живут 51 человек. 30 человек на втором этаже, а в отделении милосердия 21 человек, которые лежачие, не могут за собой ухаживать. Санитарочки смотрят за ними, ухаживают. Скажите, вот приятная новость на днях поступила. Что в этом году откроется новый корпус дома-интерната на 122 человека. Наверное, может быть, к концу года. Скажите, как вас эта новость устраивает? Очень радует. Как жильцы, так и сотрудники с нетерпением ждем открытия нового здания. Там строится по новым технологиям. И все с нетерпением ждем новоселья. Очень хорошо. Новоселья – это всегда радость. Скажите, вот у каждого постояльца вашего дома своя судьба, своя история. И может быть, непростая, да? Скажите, зачастую они остаются одни, либо от них отказываются их же дети, не хотят досматривать своих стариков. Вот какие истории? Знаете, у всех разные ситуации жизненные, трудные. Бывает, что в наше нелегкое время дети работают, не могут нужного внимания уделить родителям. И зачастую родители попадают к нам в дом-интернат, где у них общение со своими сверстниками. Что есть такое, что потеряли жилье, негде жить. Такие тоже ситуации у нас бывают. У нас, например, в отделении милосердия проживает Реднов Володя. Он к нам попал 11 лет тому назад. Попал он в автомобильную катастрофу. Сейчас лежит, лежачий, даже не встает. Одна рука только работает. Вот с ним такое приключилось. А сколько ему лет? Ему лет 58. Вот такие ситуации бывают у нас. Не всегда родные отказываются? Нет, не всегда. Есть у кого и детей нет. Одинокие пожилые? Одинокие пожилые, да. А у нас есть общение, у нас намного легче. Общаются со сверстниками, они друг друга уважают. Ну да, у вас очень дружная атмосфера. Да, у нас дружный коллектив очень, и бабушки, дедушки очень между собой дружные. У нас вот 30 июня 100 лет будет, проживает Зиновьева Анна Антоновна. 30 июня будет 100 лет. Замечательно. Мы обязательно снимем это событие. Да, 100 лет будет. И в силу того, что по возрасту она плохо видит. И вот девочки, санитарочки, медсестры, мы все помогаем ей. Вот она ежедневно общается с внуком, который проживает в Ростовской области. Вот она просыпается, просит внука. И ежедневно девочки помогают, общаются по телефону с внуком. Такие у нас. Вы знаете, вы проводите очень много мероприятий, да? У престарелых. Каждый праздник у вас концерт. Да, у нас по-домашнему проходят праздники, обильное угощение, песни, без песни, куда. Вот очень у нас нравится бабушкам и дедушкам наши праздники. Так они у вас еще и поют хорошо. И поют, да, и поют, да. У нас очень активные есть. И стихи рассказывают. Очень активные есть у нас, да. Девочки активные, как я их называю. Я не могу их назвать. Вот прийти бабушка, дедушка. Могу там теть Маш. Это все по-домашнему у нас. Все по-домашнему. Я как-то они и ко мне обращаются. Они по отчеству нет. Есть единицы, которые могут общаться. Но они меня все. Эммочка, Эммочка. Эмма Сафадзиновна, у вас очень замечательный директор Светлана. И я думаю, что вот она создала вот такой профессиональный, мощный коллектив, да, который сегодня трудится. Я права? Да. Вы правы. Вы правы. Светлана Витальевна, она директор нашего дома-интернат, старается, чтобы все по-домашнему было. Создает уют, как в домашней обстановке. Она с каждым лично общается, спрашивает, нет ли никаких проблем, переживаний. С ее приходом с 2015 года все у нас изменилось к лучшему. Качество проживания, питание. Наши жильцы очень довольны Светланой Витальевной. Замечательно. Побольше вы таких руководителей, и все будут счастливы. Ну, Эмма Сафадзина, но все равно я считаю, что не просто быть социальным работником, это вот такой тяжелый, каждодневный труд, да? Да. И вы справляетесь на отлично с этим. Скажите, но вы не жалеете, что вот когда-то все же вы... Нет, я не жалею. Я очень люблю свою профессию. Спасибо вам огромное за вашу заботу, за вашу доброту, за вашу отзывчивость, которая очень нужна людям, особенно вот таким, которые остались одни. И получается, из родных, вот вы, наверное, самые для них родные люди. Спасибо вам огромное. Я благодарю вас, что вы сегодня утром приняли участие в нашей программе. Вам тоже крепкого здоровья, вам тоже терпения. И с профессиональным праздником вас. Спасибо. Полувековой юбилей отметила детская музыкальная школа в поселке Ударный Прикубанского района. С отчетным концертом выступили учащиеся и педагоги, которые порадовали зрителей яркими концертными номерами. На праздники побывал Мурад Джанкиозов. Почетными гостями концерта стали глава администрации района, председатель Совета депутатов, директор Республиканского центра культуры, глава администрации Ударнинского городского поселения, жители поселка, родители, педагоги и учащиеся музыкальной школы. Руководитель администрации района Мухаммад Амин Чумаев поприветствовал собравшихся, поздравил выпускников с окончанием музыкальной школы и пожелал дальнейших успехов. Отличившимся в учебе воспитанникам музыкальной школы и их педагогам вручили громады Народного собрания, Министерства культуры и администрации Прикубанского района. Музыка во всем искусстве, она занимает свое определенное место. Наверное, самое значимое место искусстве занимает. И все, начиная от первых ваших выпускников, заканчивая сегодняшними выпускниками, вы в них сеете то добро, тот свет, и в них вы сеете именно самое главное культуру, здравственность. И эти благодарные ученики и родители всю жизнь это пронесут с собой. Огромное спасибо вам, низкий поклон за ваш труд. 50 лет назад, в 71 году прошлого века, на границе Ставрополя и Карачаева-Черкесии, в поселке Ударный распахнула свои двери первым учащимся детская музыкальная школа. С тех самых пор, по праву, она стала культурным центром поселка. Сегодня учащиеся занимаются в светлых, уютных кабинетах. Они оснащены современной видео, аудио и акустической аппаратурой, микрофонами, синтезатором, расширились фонотека и библиотека. В школе ведется обучение на отделениях фортепиано, хоровое, эстрадный вокал и гитара. Самый большой результат нашей школы – это то, что в нашей школе работают все ученики нашей школы, наши выпускники, и я в том числе. Поэтому я считаю, что достижение большое у нас в данный момент. Еще трое детей обучаются в музыкальном училище, которые, я надеюсь, вернутся к нам в нашу школу. В торжественной обстановке выпускникам вручили аттестаты об окончании музыкальной школы. Многие из них продолжат обучение. Учащиеся принимают самоактивное участие во всевозможных музыкальных конкурсах, в том числе за пределами республики. Результаты бывают разными, но даже неудачи вызывают у них стремление к самосовершенствованию. Мне очень нравится петь, танцевать, рисовать. Мне кажется, творческая профессия раскрывает весь потенциал человека. Я собираюсь стать звукорежиссером. Мы стараемся привлечать детей к этому прекрасному миру, приобщать его. И музыку слышать во всем. И в каплях дождя, во всей окружающей действительности, в пении птиц и в журчании ручья музыка звучит везде. И научиться видеть это и слышать – это прекрасная основная задача любого педагога. Каждую осень в музыкальной школе с волнением ждут новых учеников, которым всегда рады, готовы окружить душевным теплом, познакомить с удивительным миром красоты, музыки и гармонии. Книга – лучший друг. А вы знаете, чем пахнут книги? Деревом, воспоминаниями, волшебством фантазии. Многие, наверное, скажут, что сейчас 21 век, век новых технологий, гаджетов и многого другого, что заменит книги. Но я так не считаю, потому что книгу ничто не заметит. Приятно держать ее в руках и читать. А как считают жители Черкеска? Бумажные, но в основном электронные читают. Чего? Электронные дешевле. Ну, все-таки, наверное, электронные. Почему? Ну, с бумажным тяжелее, а тут закачал книжку, можно и даже прослушать ее на гаджете. То есть есть такая функция. Так что больше электронные. Вы знаете, я совмещаю, если честно. Я реально совмещаю. Есть вещи, которые я, например, у меня вообще дома неплохая библиотека. То есть есть некоторые книги еще не освоенные. Читаю живьем. Больше, конечно, нравится читать живую, настоящие книги. Почувствовать, как говорится, каждый листочек. Но есть вещи, которые я закачиваю и читаю уже так. Потому что я не могу по-другому приобрести. Прямо покупаю в литресе и читаю. И так, и так совмещаю. Нет, бумажные уже не помню. А так практически в интернете все эти проблемы. Что нужно, все можно найти. Поэтому вот такой вот сюжет. Как обычно читаете? Я любитель книги. Я вот здесь покупаю всегда. То есть вы бы забумаженный? Да, конечно, забумаженный. Я всегда. Я, наверное, каждый за почти тысячу рублей покупаю газеты вон там. Каждую неделю. И книги здесь. Но я старый. Мы же еще не перешли. Но я люблю книжные. А вот как учителям вопрос. Вы любите книги читать как в электронном формате? Нет, только бумажные. Только бумажные. Они пахнут по-другому, они выглядят по-другому. Мы чувствуем себя помоложе. Я не знаю. Мне удобнее читать бумажную книгу. Закладка, как раньше. Электронные книги я пытался. Неинтересные я не могу. Не могу я читать. Бумажные, да, я читать люблю. Все, просите. Бумажные. Точно бумажные. А почему именно подробнее скажете? Ну, и по привычке. Потом я знаю, какие книги хочу почитать. А в электронной там надо... Я не очень владею электронной. Как найти эту книгу электронную? Сегодня праздник у настоящего чудо техники, без которого невозможно комфортно поддерживать чистоту. Сегодня день рождения пылесоса, и ему исполняется 152 года. Вначале был ручной пылесос, но само изобретение было громоздким и обременительным в эксплуатации. Приходилось одновременно передвигать пылесос и поворачивать ручку. Модель просуществовала недолго. Вскоре другие изобретатели придумали механические пылесосы. А в начале 20 века появились электрические устройства с пылесборником. Ну а сегодня такой выбор пылесосов, даже роботы, которые сами уберут весь дом. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программу о самом главном. В 14.30 смотрите «Вести Карачаева-Черкесии» с Аллой Динаевой. Всем удачного дня и встретимся завтра. Широка страна моя родная. 12 июня в День России смотрите Всероссийский телемарафон. Традиции, культура, обычаи народов многонациональной России. Чем знаменательны и чем гордятся регионы родной страны. Широка страна моя родная. Проект ВГТРК. Смотрите праздничный телемарафон 12 июня с полуночи до полуночи на платформе «Смотрим.ру» и на телеканале «Кавказ-24». Субтитры создавал DimaTorzok